уважаемые зрители здравствуйте с вами светлана сегодня мы будем разбирать ваши вопросы ваши комментарии по кактусам и липтосам и я сейчас коротко покажу вам два растения которых я приобрела я ездила в теплице и кто смотрел мое видео предыдущее тот видел что я показывала вот эту сулькарибуцию с черными иголками она бесподобна друзья у нее очень много деток и вот я себе взяла эту красавицу теперь она будет расти у меня прошлый раз также с черными иголками я купила тоже сулькарибуцию но она конечно же намного меньше и так как было очень много литопсов в этот раз я купила себе один литопс такой вот небольшой он ему еще вероятно скорее всего нет трех лет это литопс ауком пиа и dark интересный симпатичный будем наблюдать за ним ну что а сейчас мы пойдем там где растет моя лапидария и я расскажу вам как за ней правильно ухаживать так как поступил вопрос и вот она моя лапидария вы как видите сейчас у нас декабрь месяц и она даже цветет что я вам хочу сказать период покоя у лапидарий охватывает зимние месяцы минимальная температура в это время в комнатных условиях около восьми градусов оптимальная 12-15 воздух должен быть сухим освещение достаточно ярким во время периода покоя полив не производят период покоя у нас когда ну это в основном январь-февраль вероятно немного марта декабрь в этот период вы можете не поливать свое растение так период роста у лапидарии приходится на весенние месяцы и поливать растение начинает уже очень поздней весной поливы могут быть достаточно обильными однако вы должны дать почве обязательно основательно подсохнуть поливать лапидарию можно раз в две недели можно ненадолго погрузить нижнюю часть горшка в контейнер с теплой водой я поливаю обыкновенно просто сверху даже на камушке вот эти так цветение как пишут в умных книгах как я говорю начинается летом но как вы видите лапидария и цветет и осенью и даже зимой как и заблагорассудится так при появлении цветочной почки летом полив существенно сокращают но не прекращают совсем немножко поливают что вам еще хочу сказать о лапидарии цветок раскрывается во второй половине дня или в сумерках после цветения внутри старой пары листьев начинает развиваться новая пара старые засыхающие листья механически удалять не надо это не рекомендуется это не литопс лапидария так не ли не линяет как литопс вот когда-то вероятно придет момент и старая пара листьев в нижнее самое она отомрет полностью станет как пергаментная бумага и вы сможете ее удалить но не раньше видите какая у меня лапидария она сочная и никаких старых листьев пока не приходится удалять еще немножко о лапидарии в природе лапидарии выдерживают легкие заморозки по сравнению с литопсами лапидарии является более легкими для выращивания живыми камнями так считается но мне во всяком случае я как-то не думала об этом но наверное литопсы для меня легче выращивать чем лапидарии эти растения нуждаются в круглогодичном достаточно ярком освещении какая земляная смесь я выращиваю ее вот в таких вот обыкновенных камушках но для лапидарии можно и земляную смесь использовать состоящую из равных частей листового перегноя крупнозернистого кварцевого песка и небольших сухих комочков из красной глины или кирпичной крошки часто каждый экземпляр растения имеет не одну а две пары развитых листьев молодые растения зацветают на третий четвертый год о лапидарии мы поговорили и довольно долго а сейчас ответим на другие вопросы вопрос такой где-то слышала что больные кактусы можно не сажать в землю а просто оставить ну чтобы они лежали да больные кактусы и даже не больные если вы допустим пока лечите его ну лечите кактус вы можете оставить без земли наблюдать за ним но его надо так поставить чтобы корни на боку не выросли кактус должен стоять все таки или висеть в подвешенном состоянии над стопкой какой-то где-то так чтобы корни опускались вниз корневая часть также если у вас несколько кактусов и вам негде зимовать их вы можете спокойно вынуть их из горшков в ноябре и замотать каждый кактус без земли в бумажку и в холодильник там где у вас лежат овощи спокойненько они прозимуют им там будет как раз нормально температура плюс 8 в холодильнике в верхней части я имею ввиду не в заморозке в заморозке минус 20 или сколько минус 28 у нас в германии вот и кактусы если у вас 10-20 экземпляров и они влезают вам в холодильник почему бы и нет так что они спокойно смогут позимовать в холодильнике еще такой был вопрос в каком возрасте можно открывать совсем сеянцы литопсов вот вы посеяли литопсы когда же вам открывать их давайте немножко посмотрим мои растения а я вам как раз и расскажу ну я свои литопсы они где-то вылезают на 7 8 10 день и держу вот так где-то 2-3 недельки сначала смотрю ага они уже вылезли значит по чуть-чуть начинаю открывать по чуть-чуть в день по 3 минутки по 2 по 30 секунд потом чуть больше и больше и уже честно говоря я снимаю пленку крышечку с дырочками у меня наверху где растут маленькие сеянцы и я снимаю эту крышечку уже убираю через 3 недели полностью и начинаю растить свои литопсы и больше уже не накрываю их так что вот так вот я поступаю со своими растениями ну что ж сегодня было немного вопросов но пришлось более обширно ответить на них поэтому видео получилось немножко больше чем 8 минут я вам всем желаю добра здоровья задавайте вопросы пишите комментарии будем отвечать до свидания до свидания